Девушки отдыхают И как раз таки еще захватим с вами один ролик на канале Деревенский дневник Ну что ж, Лёля стала объяснять, к чему такое название ее стрима Мол, этого ребенка я не ждала, но из-за нее изменилась моя жизнь Знаете, вот уже здесь получается несостыковочка Ведь Лёля всегда говорила о том, что ее материнство, оно исключительно осознанно А здесь бац, и оказывается, что дочку Женю она, получается, вовсе не ждала Ой, говорит, нет, я хотела настолько угодить своему первому мужу и родить ему именно дочку Так как в его двух предыдущих браках были исключительно мальчики И он мечтал о мальчике, и он, мол, очень расстроился, что первым родился как раз-таки сын Федя, их совместный сын, да Ну, а далее она все-таки уже молилась, молилась и родилась у них, вот, значит, дочка Женя Далее какой-то вообще очередной бред о том, что ей хотелось, чтобы девочек, да И мальчиков у нее было поровну Она говорит, вот, мол, так и так, сейчас у нас девочек в семье шесть человек, а мальчиков, получается, всего четыре Вот знаете, мне вот просто такая глупость, меня она просто удивляет и поражает Есть огромное количество девушек, у которых действительно прекрасные семьи У них замечательное отношение с мужьями, у них замечательные родители Хорошие воспитанные семьи, да, хорошие работы И они просто не могут родить, даже люди, которые девушки, не делающие абортов и так далее А здесь сидят и гадают, кого бы лучше, имея десять детей, честно, бред Далее опять поражение Б, говорит, Лёля сказала, мол, спасибо, что он помог с детьми, да, помог с детьми Действительно, пока Лёля, значит, кочевала по квартирам Ну, с другой стороны, в принципе, это тоже его дети, как бы, да, понятное дело, что он должен был это делать Но Лёлька меня насмешила, она сказала, говорит, я надеюсь, что он смотрит Если он смотрит, то да, спасибо ему за то, что он выручил А мне вот правда смешно Я вот думаю, что он уже перестал смотреть Лёлькины ролики Зная заранее, что она любит на него выливать всякую разную грязь Тут же рассказала, какой Женя Б самый настоящий лопух Как, знаете, его нагрели в своё время по поводу отопления, да И говорит, вот, мол, так и так, я всегда стремилась к красоте, ко всему самому лучшему А Женя Б вообще, говорит, ничего не хотел делать Ну, и сейчас мы с вами переходим к более интересной теме К ролику на канале Деревенский дневник Опять, друзья мои, я вот смотрю, у неё дети ходят голыми ногами А потом Лёлька будет жаловаться о том, что у неё дети очень часто болеют Мне вот, честно, непонятно Она показывает близняшек, она показывает себя, как она ходит с камеры, да Ну, неужели вам сложно надеть носочки маленькому Якову? Ну, почему у вас ребёнок ходит босиком по голому полу? Кстати, под этим роликом на канале Деревенский дневник Вот это вот наша Лёля, наша эгоистичная натура, она выставила комментарий И закрепила его как раз-таки, знаете, вот, закрепила его Так вот, её комментарий Круглосуточная линия энергетиков Ну, и номер горячей линии И вы знаете, вот честно, я в шоке Могу себе просто представить, если действительно эту горячую линию начнут атаковать Вот эти Лёлькины неадекваты начнут бомбить, начнут туда, как говорится, названивать То, простите, начнётся самый настоящий коллапс, да Вот точно и Панько из сказки Морозко На эту тему, кстати, у неё вот под закреплённым комментарием Был замечательный комментарий, который мне очень понравился Некая Елена С. Аватарка, ой, аватарка, аккаунт у неё на английском языке Написала Зачем выставлен телефон горячей линии Если на него будут много звонить, ваши поклонники, те люди, которым нужна помощь При обрывах проводов или авариях на трансформаторных подстанциях Господи, я надеюсь, вы меня поняли Будут практически лишены возможности дозвониться и оставить заявку на ремонт Это никак не ускорит подключение для вас Полномочий у дежурных нет, разрешать или запрещать что-то Просто парализуйте их работу У меня был случай, молния попала в ТП Поэтому прекрасно знаю, что такое горячая линия И как на неё сложно дозвониться Подумайте о других людях, нуждающихся в ремонте Которые ни в чём перед вами не провинились Слушайте, согласитесь, просто замечательный комментарий Действительно, никто ни в чём не виноват Действительно, горячая линия не решит никаких её проблем Но Лёлька дала установку своим вот этим вот ведроголовым И я уверена, что они, конечно же, начнут названивать Да, вот будет именно так Но я, знаете, вот этот комментарий Лёле, конечно, как мёртвому припарка Потому что Лёля не привыкла думать о других людях Она многодетная мать, она же я же мать Да, и у неё 10 детей Поэтому ей, соответственно, все должны А все остальные пусть сидят себе, как говорится, и дальше курят Далее пошла показывать дом, что у них поменялось Зашла в пристройку, обнаружила, что Артур сидит, значит, ест И говорит, ой, Артур, говорит, ты ешь? Он говорит, ну да, что-то там ей сказал Она говорит, я тебе мешать не буду И давай, Артура, заваливать всякими разными вопросами О ремонте, о стройке Вот, ну, Лёлька, артистка, это просто не дать не взять Но опять про то, что сломалась вот эта насосная водонасосная станция Я уже об этом говорила Но, вы знаете, уверена, донатик, конечно же, будет выставлен Кстати, сказала о том, что она, вы знаете, всё-таки сумела Научила Сергея Петровича взбивать масло А мне, вы знаете, что интересно? А зачем Сергею Петровичу вот этот навык взбивать масло? Ему что, правда, нечем заняться? Вроде как мы знаем, что на нём хозяйство Плюс всякие разные поручения от Лёльки Да, он ездит без конца по её делам и так далее Лёлька раньше всегда самостоятельно взбивала масло Теперь, кстати, вот, да, у неё уезжают близняшки Но к ней едет новая помощница Так и занимайся маслом сама Неужели теперь всё настолько Лёле тяжело? Ну, я так понимаю, что действительно теперь корона Давит ей на голову конкретно И она решила, что, знаете, простите Это не царских кровей, да, дело И ей не пристало заниматься такими моментами Далее, далее Рассказала о том, что она обожает сало Говорит, жрать хочу вообще Говорит, подайте сало Готова уже купить у Маши Андрея Но, говорит, как бы нельзя, да, говорит, мне-то с моим заболеванием нельзя Но, вы знаете, я так смотрю, что Лёлька держалась недолго Она, кстати, живёт по принципу Если нельзя, но очень хочется, то можно И опять стала рассказывать о своих заслугах Вот честно, у меня здесь уже нервы просто сдали Я буду, конечно, ну, я не буду стесняться в выражениях Потому что я устала вот это всё слушать Стала рассказывать о своих заслугах за последний год Вот, говорит, так и так Вот эти, говорит, нововведения, новшества Всё это, говорит, обошлось, конечно, и не без вашей помощи Дальше просто понесла чухню по поводу того, что люди городские Они не понимают, каким же опотом, кровью добывается хлеб с молоком, мясо и так далее Вот мне сразу хочется спросить Лёль, ты правда дура или ты просто прикидываешься? Какая разница, где работает, где трудится человек? Вот мне просто интересно, в городе или в деревне? Да, где-то физический труд сложнее, я согласна Но, простите, где-то есть и умственный труд И он не менее сложный, нежели труд физический И давайте не будем об этом забывать Потому что везде есть свои минусы, везде есть свои плюсы Нужно уважать любой труд Вообще любой труд, который в состоянии прокормить человека и его семью Нужно уважать и любую профессию, и любую специальность, и любую работу И если человек в городе трудится и работает Так мы, простите, в городе свой хлеб и молоко добываем, работая на работе Но завела ты хозяйство Но ты же не ходишь при этом на работу Я знаю огромное количество людей, которые, кстати, живя в городе, да Ну, в окрестностях города, да, так скажем Они работают на работе Дома у них есть огород, дети и хозяйство Представляешь, Лёлька, и такое, оказывается, бывает То есть люди отпахают на работе, да, где-то с утра до вечера Приезжает, у них еще хозяйство, у них еще огород, у них еще дети У них еще поесть, приготовить, убрать, постирать и так далее А вот держать, как Лёля держит несколько коров, несколько кур и коз, да И еще при всем при этом, имея кучу помощников И бьет себя кулаком в грудь и рассказывает, как ей тяжело Честно, ребят, мне уже надо... Вот честно, я бы уже сказала, насколько мне это уже надоело Вот это вот все слушать Просто задолбало Слушать одну и ту же дуду Вот честно Тяжело, значит, нахрен бросай все И вали уже в город или еще куда-нибудь Или вообще убирай вот это свое хозяйство И уже в конце концов не стони Я уже как-то говорила, что мои дедушка с бабушкой, которые из Украины Они, царствие им небесное, кстати Они имели высшее образование, высшее образование Работали на работе каждый божий день И еще держали свое хозяйство Значительно больше, нежели хозяйство у Лёльки Плюс у них был огромный сад и огромные огороды Их было несколько А еще мой дед вкалывал до самой смерти И вот честно, я ни разу не слышала, что ему было тяжело Я ни разу не слышала, что им было сложно Они этим занимались всю жизнь Занимались, вкалывали и работали И на работе, и на хозяйстве А еще, помимо всего прочего У моего деда была огромная пасека Он был потомственный пчеловод У них было много ульев и много меда Это было его хобби Вот люди реально вкалывали и вкалывают, да? Но здесь одно сплошное нытье Мои друзья, кстати, которые тоже блогеры Правдивые, да? Вот мы общаемся каждый божий день У них огромное хозяйство Ну, по крайней мере, их хозяйство Больше значительно Нежели хозяйство у Лёли И у них, кстати, нет помощников Я представляю какой-то физический труд Потому что они все это делают сами Вот, кстати, я от Сани и от Оли Ни разу не слышала по этому поводу Абсолютно никаких стенаний, ничего Если люди этим занимаются Значит, их это устраивает Значит, им это нравится Так и должно быть, да? Плюс у них еще несколько каналов Три канала, четвертый канал Что наш совместный и так далее У всех свои сложности У всех абсолютно Мой муж работает вообще без выходных Без проходных Чего тут говорить? У меня брат поехал после полосной операции В командировку Где тоже есть физический труд И никто не ныл Никто не стонал Никто никому ничего не рассказывал У нас у каждого есть свои проблемы Ну, люди просто живут своей жизнью, да? Живут за счет себя За счет своих каких-то сил, умений Но здесь же постоянно Бу-бу-бу Бу-бу-бу У меня проблема Мне сложно Мне тяжело и так далее Так убирай нахрен этих коров Убирай их к чертовой матери Или переезжай в город Раз тебе действительно так тяжело Да, понятное дело, что она этого не сделает Но в любом случае Вот эта вот уже бубнешка Надоела, понимаете? То есть она ходила, не стонала Когда у нее не было помощников Теперь у нее помощников Чуть ли не больше, чем у ее детей Но она стонет теперь чаще, больше И вот просто, честно, уже надоела У всех свои сложности Просто кто-то привык сам решать свои проблемы А кто-то орет о своих проблемах на весь мир Лелька говорит о том, что Ой, да я не буду здесь надрывать свое здоровье Я его, мол, уже надрывала Я, говорит, не буду говорить о том, что это адский труд Да ты об этом говоришь каждый божественный Ты уже нас просто затюкала Со своим вот этим вот хозяйством Со своим Сергеем Петровичем Со своими, со всеми помощниками Правда? И тут же говорит Это вам не сидеть в офисе Бумажки перебирать Тут, вы знаете, вот если бы у меня был сковородник Я бы точно ее огрела по голове Лель, вот чтобы перебирать бумажки Как ты выражаешься в офисе Нужно иметь мозги, да? А еще иметь высшее образование А у тебя нет ни того, ни другого Нужно окончить 11 классов, да? Поступить в университет И потом работать на работе Дабы перебирать бумажки, как она говорит И работать головой Так что точно это не про нее Далее стала рассказывать о том Вот она что может только просить и попрошайничать Все Она даже физическим трудом никаким не занимается Пусть сказки не рассказывает А то теперь будет вспоминать Как она один раз в жизни посадила огород Да, потом поняла, что нет, это не про нее И так далее Далее стала рассказывать о том Как же сложно Как же все сложно И так далее На самом деле А потом говорит Да не, в принципе, ну не так уж и сложно Ну понятно, не так уж и сложно Когда у тебя все делает Сергей Петрович А в доме бесконечные помощницы Которые постоянно меняются Но когда она сказала, что хозяйство нужно любить Вот знаете, мне сразу захотелось ей ответить Леля Вот я, знаешь, девушка Хоть и городская, да? Да, но все же я вот лично я Обратила внимание, как хромает твоя коза А ты почему-то не обратила внимания Я вот честно обожаю животных, да? В любом случае И не живя в деревне Я обратила внимание на твою хромающую козу А Лельке плевать Она говорит, надо любить Что ты любишь? Ты любишь деньги То, что ты можешь с этого получить А вот на животных тебе насрать На хромающую козу На вот этих коров, да? Которых она вечно держит на лошадь Которых она держит на холоде На улице и так далее Мечтает, кстати, Лелька О сырном хранилище В общем, все как обычно И просит, просит, друзья Мои слезно Всех писать, конечно же В Тамбов Энерго Чтобы ей провели в этом году Вот, в общем, электричество Чтобы у нее все было хорошо И еще Стала, знаете, давить на жалость Стала спекулировать опять Своими маленькими детьми Сделала из себя маленькую девочку Сказала, мол, у меня детки А дядьки в кабинетах сидят Получили деньги И ничего не хотят делать Да хватит уже в конце концов Есть порядок, есть очередь И все люди стоят в этой очереди И все люди так же оплатили, как и ты, деньги И никто тебе не должен уступать свое место Каждый человек ждет своей очереди Вот и ты жди Подождешь Не развалишься Ни королева, как говорится Ни голубых кровей Ну, увы и ах Друзья мои Вот такой у меня получился сегодня Эмоциональный обзор Уж прошу прощения Но, честно, иногда просто уже Вот эта вот свистопляска Вся просто надоедает, честно Все, всех целую, обнимаю Всем желаю прекрасного дня Хорошего вечера Берегите себя, своих родных и близких Здоровья, здоровья, еще раз здоровья Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал Всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии Всем, кто ставит лайки Всем огромное спасибо Всех целую Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok